Свой юбилей отпраздновала школа номер 48, которая недавно вошла в состав гимназии 46. Ей исполнилось 115 лет. Это одно из первых сельских учебных учреждений России. На торжественном мероприятии работали мои коллеги. История школы длиной более века берет свое начало в далеком 1908 году. Это первая сельская школа, в которую принимали и мальчиков, и девочек. Когда-то здесь, на Добрадом, появилась одна из первых гимназий в нашей стране, в России. И очень много было заложено в ней тех образовательных технологий, которые для того времени были действительно передовыми, прорывными в нашей стране. Наши дети должны учиться, должны развиваться, должны расти и верить в будущее. Поэтому я сердечно всех поздравляю. Мы празднуем образование в нашем маленьком государстве. Потому что сюда пришло образование. Не надо было ехать никуда. 48-я, Комсомольская, 4. А мы еще помним с вами школу на Котиках. Мы помним школу на улице Кирова, начальной школы. Это малокомплектные школы во Вражках. Это в 37-м году 46-я, в 65-м году 47-я, в 84-м году 52-я. И вот все это отпочковалось от 48-й. Потому что детей было много, учились две смены. Лариса Урбанович училась здесь, а позже пришла преподавать. Проработала в школе больше 50 лет. Она преподавала в начальных классах. Пришла работать в 1968 году. Тогда школа отмечала 60 лет своего существования. Вот я отработала там 53 года. У меня одна запись трудовой книжки. Я больше нигде не работала. Сейчас я на пенсии. Но я постоянно поддерживаю связи с учителями, и с детьми, и с родителями детей. Я постоянно с ними встречаюсь. Я выпустила 4-й класс и ушла. А сейчас мои дети последние учатся в 8-м классе. Всему преподавательскому составу вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Концерт состоял из вокальных и танцевальных номеров. А также ученики подготовили сценку, где показали историю своей школы. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.